Добрый день! Мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно по традиции мы с вами начинаем видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 8 сентября и эта ночь прошла очень даже неспокойно. Была шахедная атака, была ракетная атака, наносились ракетные удары. Но начнем по порядку. Ночью были атакованы южные области Украины, в основном это Одесская область. Было зафиксировано порядка пуск 20 шахедов типа 136-131. И из них силами ПВО, сил обороны Украины удалось сбить 16 в пределах Одесской и Николаевской областей. К сожалению, 4 шахеда достигли своей цели. Сейчас ущерб оценивается и ликвидируются последствия этих ударов. Также были нанесены ракетный удар по Сумам, где пострадало 3 человека в результате ракетной атаки по сообщениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации повреждено более 20 домов и 8 транспортных средств. Также в Кривом Роге ракета попала в административное здание, был ракетный удар по городу. В Министерстве внутренних дел сообщили о гибели полицейского в результате атаки оккупантов по Кривому Рогу. Еще трое стражей порядка в тяжелом состоянии. В общей сложности пострадали 6 сотрудников полиции. В результате этого удара загорелись гаражи и начался пожар на площади более 200 квадратных метров. В Кривом Роге уже на момент записи этого видео 52 человека пострадали после ракетного удара. Об этом сообщает областная военная администрация. Повреждены 14 административных зданий, одно культовое сооружение, 17 многоэтажек, 4 частных дома и более 40 авто. Вот так сегодня прошла ночь и утро в нашей стране в результате шахедно-ракетного удара со стороны Рашизской Федерации. Ну а за прошедшие сутки ситуация сложилась следующим образом. Произошло 39 боевых столкновений на линии фронта. Враг нанес 7 ракетных ударов, 74 авиационных удара. Совершил 46 обстрелов с реактивных систем, с залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается довольно сложной. На Волынском и Полесском направлениях здесь без существенных изменений. Оперативная обстановка контролируемая и стабильная. А вот на Северском и Словожанском направлениях тут противник наносил авиационные удары. В районах Поповки и Сального Черниговской области, в районе Сум, Гробовского, Старикова, Сумской области. И в районе Гранова, Харьковской области. Ну и вот этот ракетный удар тоже по Сумской области. Далее бы осуществлял артиллерийские минометные обстрелы, которым подверглись более 25 населенных пунктов во всех трех областях. Далее начинается линия фронта. Купинское, Лиманское направление. Здесь немножко разделим. На Купинском направлении силы обороны отбивали атаки врага в районе Синьковки. Там враг возобновил наступательные действия. А на Лиманском направлении наши защитники отражали атаки в основном в районе населенного пункта Новоегоровка, Луганской области. Вообще надо отметить, что на рубеже Сватова-Кременная идет перегруппировка расистских войск. Помните, да, мы говорили с вами, что оттуда снята была 76-я воздушно-десантная дивизия. И она была в Запорожскую область. Сейчас она уже проявилась в районе Токмака, уже оба полка этой дивизии. 7-я там дивизия. Но мы об этом поговорим, когда дойдем до Мелитопольского оперативного направления. А здесь взамен этих частей прибывают части вновь сформированной 25-й общевойсковой армии. Ее формируют на базе Южного военного округа. Но армия только находится в стадии формирования. И то, что они не прошли курс обучения, я уже не говорю о боевом слаживании частей и подразделений, и соединений этой армии, ее бросают на фронт. Это говорит о том, что резервов крайне не хватает. И вот части этой армии сейчас наблюдается их прибытие на линию Сватова-Кременная. Посмотрим, как это отразится на фронте. Ну, опять скажу, что главная проблема будет, это то, что их станет опять много. Они везут сюда личный состав при минимальном оснащении техникой. Там укомплектованность техника и вооружения довольно на низком уровне находится. Но вот эти вот мясные штурмы опять будут продолжаться на нашей оборонительной позиции. Наш генеральный штаб видит эту ситуацию, мы готовимся к этому. Они пытаются там сформулировать какой-то ударный кулак. Но там очень тяжелая местность для того, чтобы ходить в атаку широким фронтом. Поэтому у них поэтому и не получается. Видите, три попытки начать наступательную операцию на Купинско-Лиманском направлении, они все три провалились. В результате они понесли огромные потери, а еще и потеряли на некоторых участках, потеряли часть позиций, которые обороняли ранее, до начала. Я так понимаю, что с прибытием вот этих частей 25-й общевойсковой армии, они попытаются вновь, попытаются возобновить наступательную операцию на Купинско-Лиманском направлении. Так что ожидаем, смотрим, как и продолжаем наносить огневое поражение на всем участке фронта обоих оперативных направлений. На Бахмутском направлении. Здесь наши воины отразили атаки противника в районе Орехово-Василовки, Клещиевки и Андреевки. Но при этом это там, где они атакуют. То есть они пытаются атаковать на всем рубеже. Ну, я говорил, что это атаки уже больше даже не столько направленные на то, чтобы захватить нашу территорию, сколько эти атаки больше представляют собой попытку организовать встречный бой, чтобы сбить темпы наших атак. Ну, мы успешно отбиваем атаки рашистских войск, наносим довольно существенное поражение рашистским войскам. А вот в самой Клещиевке наши силы обороны продолжают продвигаться вперед. И я так понимаю, что уже разговор об освобождении Клещиевки это вопрос ближайшего времени. Так что в Клещиевке мы двигаемся, но на остальном оперативном направлении мы отражаем атаки рашистских войск. По большому счету, я бы сказал, что там силы обороны Украины фактически рашистским войскам устроили мясорубку. Они ходят в штурмы. Мы наносим максимальное поражение, отбивая их атаки. При этом мы продолжаем на отдельных участках продвигаться вперед, проводя свои штурмовые действия, но не такими мясными атаками, как они. А грамотно, спокойно, небольшими группами на малых участках, позиция за позицией мы потихонечку двигаемся вперед на Бахмутском направлении. Далее идет Авдеевское направление. Тут противник попытался тоже усилить атакующие действия свои. И атаки прошли не только в районе самой Авдеевки, но и в районе Керамика. В результате все атаки врага были неудачными. Враг понес потери и откатился на исходную позицию. Линия фронта без изменений. Марьинское направление. Здесь тоже враг пытается усилить свои атакующие действия. Кроме Марьинки, вражеские силы активизировались еще в районе Новомихайловки. Для понимания только на Марьинском направлении, за прошедшие сутки наши войска отразили более 10 атак противника. То есть интенсивность наступательных действий врага повышается. Ни одна атака не уменьшалась успехом. Все атаки были отражены, все атаки захлебнулись. Враг понес потери и откатился на исходные позиции. Очень хорошо себя показывает наша артиллерия на этих участках. Ну и конечно же применение кассетных боеприпасов. Вот они в борьбе с пехотой и открыто расположенной техникой врага. Это просто огромное подспорье для наших войск. Далее Бердянское направление. Здесь тоже мы немножко сбавили темп наступательный. И враг тут же начал проводить контратакующие действия. В районе Пречистовки пытались атаковать наши позиции расисты безуспешно. И понеся потери откатились на исходное положение. Хотя наши силы здесь продолжают давление на всей линии фронта Бердянского направления. И фактически мы давим довольно сильно, вынуждая противника принимать решение о переброске войск и на это направление. Но пока мы не видим там такой активный. Они подвозят резерв в виде личного состава для укомплектования текущих потерь. И отводят батальоны, иногда даже полки целые в небольшую глубину, на тактическую глубину от линии фронта. Где пытаются в течение нескольких дней, пытаются восполнить потери. Тут же возвращают эти подразделения на передний край. И опять заставляя их ввести наступательные действия. Вот таким вот образом. Далее Мелитопольское направление у нас идет. Ну вот тут то, что я говорил. Здесь наконец-то доехала 76-я дивизия. Оба полка мы уже наблюдаем тут. И доехала 7-я десантно-штурмовая дивизия. Две десантных дивизии. И они уже формируют рубеж обороны перед Токмаком. Вот эти вот окопы, которые нарыты там вокруг Токмака, вот туда заполняют. Видите, как мы и предполагали, что личного состава на все линии обороны не хватает. И видимо они рассчитывали на то, что мы не пройдем первую линию обороны. Поэтому вторую, третью и практически и в глубине не заполняли личным составом. Там если и был личный состав, то в минимальном количестве. Сейчас вот они для прикрытия создают эшелон войск вокруг Токмака. Вот на этих позициях оборонительных они заводят. И заводят туда десантуру. Причем 76-я и 7-я дивизии, это они были и ранее десантно-штурмовые. Мы их 76-ю, кстати, очень хорошо накрывали в Херсонской области. Причем там потери были просто огромные. Там штаб дивизии был полностью уничтожен. Штаб одного из полков и очень большое количество личного состава. Мы там накрыли их точкой. Тактическим ракетным комплексом, точка У. Они попали под групповой ракетный удар. Так сработала наша разведка. Кстати, нам надо отдать ей должное. Они вот вчера отмечали свой день рождения. Они вычислили районы. И мы по этим координатам нанесли групповой ракетный удар. Который был успешный. Вот их доукомплектовали. Их сейчас постарались восстановить техникой, личным составом. И вот эти две дивизии считаются как кадровые десантные. И состоят они из десантно-штурмовых и воздушно-десантных полков. И поэтому их сажают. Видите, Токмак для них очень важный город. Мы в этом не сомневались. Потому что это такой опорный пункт. За ним уже оперативный простор. За Токмаком. Там уже только Мелитополь такой оборонительный. Тоже большой опорный пункт обороны врага. А в остальном там нету линии обороны. Только очаговые такие позиции оборонительные. Но не хватает. Мы продолжаем. Наши штурмовые группы идут дальше вперед. Мы углубляемся. Прогрызаем вторую линию обороны. И движемся вперед. Плюс расширяем вклинение на Новопрокоповку и Вербовое. Ничего они не могут сделать с нашими силами обороны. Не могут остановить. Вот что самое главное. Они не могут остановить наше продвижение. И мы маленькими шажочками продолжаем двигаться вперед. На вот этом Токмакском или Мелитопольском оперативном направлении. И в тактическом направлении на Токмак. Уже в районе Вербовое. Они перебрасывают туда все десантные войска. Которые есть на сегодняшний день. В распоряжении генерального штаба рашистской армии. И появилась 44-я воздушно-десантная дивизия. Но 44-я воздушно-десантная дивизия. Они не десантные дивизии. Это дивизии мобилизационного резерва. Просто их формировали на базе десантных частей. Рашистской армии. Я вам вчера об этом рассказывал. В результате им присвоили название ВДВ. Воздушно-десантная дивизия. Но состоит эта десантная. Вот 44-я дивизия состоит из мотострелкового полка и полка территориальных войск. Есть еще 104-я десантно-штурмовая дивизия. То есть такое громкое страшное название. Тоже она сформирована за счет мобилизационного резерва. И состоит она из полка территориальных войск и полка мобилизационного резерва. То есть там десантных полков в составе этих или десантных частей в составе этих дивизий нет. Но одна называется воздушно-десантная, а вторая называется десантно-штурмовая. Так вот они и вот эти 4 дивизии. Вот 76-я, 7-я, 44-я и 104-я дивизии. Это считается весь костяк десантных войск, которые есть на сегодняшний день на оккупированных территориях и в распоряжении вообще генерального штаба. Так вот все 4 здесь, на Токмакском направлении. 2, 76-я и 7-я формируют рубеж обороны вокруг Токмака. То есть занимают там оборону. А 2, 44-я уже вводится в бой в районе вербового, потому что надо удерживать фланг. Те части, которые там сейчас воюют, они достаточно сильно потрепаны нашими войсками. И они потихоньку отходят. Они на грани потери боеспособности, там огромные потери у них. Вот и они потихоньку отходят. Так вот их подперли вот это введение в бой, усилили точнее, введение в бой в 44-й дивизии. И на подходе 104-я десантно-штурмовая дивизия, которая может появиться, скорее всего, она появится либо в районе Новопрокоповки, либо в районе вербового. Думаю, что скорее всего вербового, потому что там мы обходим это вербовое, решили его не штурмовать и обойти и просто двигаться дальше. А дальше в полукольце наша артиллерия будет добивать гарнизон расистских войск в самом населенном пункте. Вот такая вот довольно сложная ситуация и очень ожесточенные бои идут на этом вклинении в оборону врага. И видите, расисты стягивают сюда все, что можно стянуть. Все, что можно стянуть, они все сюда бросают. Даже они пожертвовали тем, что 76-ю дивизию десантную сняли с Кременной, а туда отправляют вот эту вновь сформированную 25-ю. Ну, она не доформировалась еще. У нее, если смотреть по срокам формирования, как говорит разведка, то 25-я армия, это общевойсковая российская, расистская, должна была быть окончание формирования декабрь месяц текущего года. Декабрь. Сколько еще до декабря? А они уже те части, которые более-менее укомплектовали людьми, чуть-чуть добавили техники, куша бросают на Кременную, в район Кременную, для того, чтобы заменить уход 76-й десантной дивизии. А все самое боеспособное, что считается наиболее боеспособным сегодня в группировке войск на оккупированной территории Украины, вот оно сегодня все в районе Токмака. Более боеспособных частей на других участках фронта практически не осталось. Там они просто в большом количестве, и наши силы обороны просто их перемалывают, методично перемалывают, снижая их боевой потенциал. Далее у нас остается Таврийское направление. Здесь ситуация без изменений, она в основном такая же, как и была в прошлые сутки, позапрошлые сутки. Враг нанес авиационный удар неподалеку от населенного пункта Казацкая. Также совершал артиллерийские минометные обстрелы, в основном в пределах Херсонской области, на правом берегу реки Днепр. Остальное, наша артиллерия старается вести контрбатарейную борьбу, а в остальном ситуация практически без изменений. Как общий вывод за прошедшие сутки можно сделать следующее, что за прошедшие сутки линия фронта не изменилась, практически не изменилась. За заключением Мелитопольского направления, в направлении Токмак. Там наши войска имели тактический успех и продвинулись вперед. Как в районе Вербового, так и в районе Новопрокоповки. Ну и передовые части между Вербовым и Новопрокоповкой тоже продвинулись вперед. Правда нет геолокации, пока Генштаб не дает, где конкретно находятся, где ведут боевые действия наши штурмовые группы пехоты. Но продвижение фиксируется. И это даже, кстати, отмечает западная разведка и тот же институт изучения войны подтверждает этот факт, что мы движемся вперед. На всем остальном линии Клещевки мы тоже продвинулись вперед, тоже тактический успех. На всем остальном направлении мы стоим в жесткой обороне и постепенно перемалываем атакующие войска противника. Вот такой вот вывод можно сделать общий за прошедшие сутки. Два слова скажем о оккупированных территориях. На временно оккупированных территориях Украины расистские захватчики захватывают и используют объекты гражданской инфраструктуры в военных целях. Это они очень любят. Плюс продолжается мародерство. И оно сейчас усилилось. Вот я вам вчера рассказывал, что завод там вывозят, режут, пилят, срезают, снимают станки, грузят, пакуют в коробки, грузят и увозят. Увозят в Российскую Федерацию. То есть оставляют, ну как говорил российский генерал, помните, я вам приводил слова на запрос к атомной. Или тут будет Россия, или тут будет пустыня. Вот они по этому принципу. Так вот, в поселке Днепряны, на оккупированной Херсонщине, на территории сельхозпредприятия, туда ворвалось, ну до взвода, я так понимаю, около 30 расистских оккупантов и начали мародерить. Причем мародерство дошло до такой степени, у них, ну, русские без водки, это как бы нонсенс, да. Причем мародерство начало сопровождаться распитием спиртных напитков. Они после того, как народ напился, начали выяснять отношения. Кто, кто, что, кто больше на мародерил, кто меньше на мародерил. И вот это вот пьяная, пьяная суперечка, пьяный спор перерос в драку, а впоследствии в перестрелку. В результате 5 человек убитых. Про раненых пока не сообщается, но из 35 убитых. Сначала наворовали, намародерили, потом напились, начали передел наворованного. В результате драка-перестрелка 5 человек убитых. Вот такое вот происходит на оккупированных территориях. А в оккупированный Донецк приехали из России дополнительные подразделения ФСБ Российской Федерации с целью контроля за проведением так называемых вот этих псевдовыборов. Они должны состояться, я напомню, 10 сентября. То есть вот в это воскресенье. Также с территории России и Белоруссии прибыли группы оккупационных пропагандистов, чтобы снимать сюжеты о якобы положительном и правовом ходе так называемых выборов. Вместе с тем на оккупированных территориях Украины местное население не проявляет интерес к этим псевдовыборам. Люди прекрасно понимают ситуацию, люди видят общую обстановку, тенденции, что мы движемся вперед и вопрос времени это освобождение наших территорий. Поэтому нет. Что делают оккупанты? Оккупанты, полиции, Росгвардия, которая здесь присутствует, с автоматами наперевес сопровождает вот этих членов избирательных комиссий. И они совершают обходы по домам. Просто выбивают двери, вламываются в дома и квартиры. Останавливают людей на улицах и заставляют под дулом автомата подписывать бюллетени и бросать их. Типа имитируют выборы. Так что вот такая вот ситуация. Непонятно, все равно их никто не признает. Но вот им надо. Задача поставлена, поэтому надо эти выборы сымитировать. То же самое, помните, эти псевдоплебисциды по поводу вхождения в состав Рашистской Федерации и так далее. То же самое. Ну вот они не могут, они без вот этой политической клоунады. Далее. За прошедшие сутки авиация Силы Вороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А также по позициям зенитно-ракетных комплексов Рашистов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав с боеприпасами, 6 артиллерийских районов огневых позиций, 2 пункта управления войсками, 2 зенитно-ракетных комплекса противника. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки в целом составили. В личном составе около 640 оккупантов. В технике и вооружении, внимание, сегодня тоже очень интересные цифры, танков 23 единицы, боевых бронированных машин 23 единицы, артиллерийских систем 31 единица, реактивных систем залпового огня 1 единица, средств ПВО 1 единица. Беспилотников оперативно-тактического уровня 29 единиц, автомобильной техники 47 единиц и специальной техники 1 единица. Вот такой урожай собрали силы обороны Украины на всей линии фронта от Купинска до Херсона. И в общем вот такая военная обстановка на сегодняшний день, за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и линии фронта. Ну а мы с вами два слова скажем о военно-политической обстановке, которая сложилась в Украине и вокруг нашей страны. И хочу продолжить тему вот этих ФСБшников, которые прибывают в Украину для, так сказать, помощи или контроля в организации вот этих псевдовыборов на оккупированных территориях. Так вот наш украинский МОСАД, служба безопасности Украины, не спит и очень хорошо работает. Я же говорил, что, помните, приводил слова Василия Малюка, главы службы безопасности Украины, что лучше, когда двое ведут, чем четверо несут. Так вот, служба безопасности Украины работает. Как только появляется такая возможность, появляются вот эти вот расисты, которые приехали, их сразу же, их сразу ликвидируют. Сразу. Так была проведена прекрасная операция, на мой взгляд, служба безопасности Украины в населенном пункте Олежки. Там прибыли сотрудники ФСБ, тоже по тем же делам, по вот этим псевдовыборам. Ну и в очередное утро они выдвигались от места, где они живут, к месту их очередной там проведения совещаний. И автомобиль, на котором они двигались, вдруг взорвался. Один ФСБшник погиб на месте, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ну, с учетом того медицинского обеспечения, которое есть у расистской армии на сегодняшний день на оккупированных территориях, ну, думаю, что вряд ли он придет в нормальное состояние. Вряд ли его смогут вытянуть. Вот. Еще трое российских, расистских военных, которые сопровождали это авто, ранены. То есть машина была полная. Пять человек ехало в машине, и из них вот один насмерть, один в тяжелом состоянии, два главных фигуранта. И сопровождающие их военные получили ранения в различной степени тяжести. Вот так работает служба безопасности Украины на оккупированных территориях. Украинский МОСАД в действии, так бы я сказал, в этом случае. Они, кстати, работали и в Скадовске, и тут еще особенность в том, почему там именно их. Потому что эти люди занимались похищением, арестами среди граждан Украины, пытками. Они допрашивали и занимались фильтрационными мероприятиями. Поэтому на них было обращено особое внимание. И вот особенность за участие в пытках и арестах, видите, наша служба безопасности поквиталась с врагами, ну так, как должна была поквитаться. Далее от нашего главного управления разведки тоже есть довольно хорошая информация, обнадеживающая. И генерал Буданов заявил, что Украина максимально близка к обмену пленными по формуле всех на всех. По словам главы ГУР, ситуация с обменом не так сложна, как кажется. Процесс продолжается сегодня. Есть определенные технические проблемы. Я думаю, что из-за не совсем правильной позиции России. Но мы это преодолеем, сказал генерал Буданов. Так что это очень хорошие новости, что всех на всех все-таки удастся, будем надеяться, что все-таки удастся поменять. И наши военные вернутся, там не только военные, там и гражданские, вернутся домой. Вернутся на территорию Украины. Далее набирает обороты скандал с Илоном Маском. Дело в том, что, помните, была информация, когда наш дрон прибило к берегу Черноморского побережья, к берегу Крыма. И расисты его нашли и, оттянув в море, они его подорвали. Так вот, теперь всплывает, это прошло уже почти, наверное, год с этой новости. Так вот, теперь всплывает информация, что, оказывается, Илон Маск приказал отключить спутники Старлинк, терминалы Старлинк, которые расположены в побережье Крыма в прошлом году. По его словам, в результате отключения этих терминалов наши операторы потеряли связь с дронами и была сорвана атака морскими дронами на корабли Черноморского флота. Вот, вы задавали вопрос, почему мы не атакуем флот. Видите, была атака, в результате мы потеряли дроны и атака не состоялась. Сейчас эти данные обрели огласку и Илона Маска обвинили в том, в пособничестве. Он практически признал факт, что он это сделал. Он говорит, если, ну, он перекрутил ситуацию таким образом, что там якобы и не была подключена система Старлинк. Но я думаю, что если бы система не была подключена, наши бы спецслужбы, которые готовили эту атаку, судя по фотографиям дронов, я так понимаю, это была, опять же, служба безопасности Украины. Так вот, ну, может быть и главное управление разведки. Ну, не важно, важен сам факт. Я думаю, что если бы они знали, что там сеть была недоступна, как сейчас говорит Илон Маск, то никто бы не начинал эту операцию. Ну, надо быть, как бы, наисполна розуму, чтобы начинать операцию, понимая, что дрон в какой-то момент выйдет из зоны связи и управление с ним будет потеряно. Вот. Поэтому я думаю, что он все-таки действительно отключил. Почему? Потому что он сделал такое заявление, он сказал, что он признал, что он получил от Украины экстренный запрос активировать связь на всем пути следования до Севастополя. Но ответил отказом. Потому что, если бы я согласился на просьбу Украины, ну, включить связь, да, когда наши запросили экстренно. Ну, понятно, что она пропала резко, и поэтому экстренно запросили. То SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта, написал Маск, я так понимаю, наверное, в Твиттере. Он сорвал, в принципе, вот эту вот атаку. Так что, так что, а после этого уже появилась информация, что Пентагон дал нам терминалы Starlink, те, которые они берут у Илона Маска, которые нельзя отключить и нельзя проконтролировать. Вот, так что, вот такое вот... А дроны, действительно, начиненные взрывчаткой, уже приблизились к военно-морскому флоту России. Я думаю, что, скорее всего, Маск это сделал по команде из Кремля. Видимо, Путин в очередной раз поощрил его денежной премией, и он выключил связь, в результате чего дроны потеряли, неожиданно потеряли связь, и их выбросило на берег просто волнами и ветром. Вот такой вот скандал. Маск сейчас это все отрицает, хотя изначально он говорил, что он боялся эскалации конфликта, а ранее он говорил, что нападение на Черноморский флот и на Крым Путин может ответить ядерным ударом. То есть, риторика Путина. Даже слова не стал менять. Вот такая вот ситуация. Далее, у нас не Курском единым. Вчера Курск, сегодня Москва. В Москве попаданием дронов горит федеральная таможенная служба. Произошел пожар, и сейчас его ликвидируют. То есть, дроны летят, города, точнее военные объекты, военные объекты по возможности поражаются на территории врага. Ну, война заходит в Россию широким фронтом, я бы так сказал. Ну, пока никаких, как бы с нашей стороны официальных никаких заявлений нету, и слава богу. Ну, дроны летят, добрые люди пускают эти дроны и квитаются с врагом за нападение на нашу страну. Ну, и апофеозом сегодня, не скажу, вот апофеозом подлости и цинизма выступил Китай. Китай это подлая страна, диктаторская страна, которая, ну, я бы сказал, что человеческий облик теряет просто на глазах. Китайская оперная певица исполнила песню «Катюша» на руинах драм-театра в Мариуполе. То есть, понимаете, где погибло, где расисты убили более 600 человек, находилась в театре, когда туда ударила бомба. И вот она в этом театре, они там сейчас пытались, они залили подвал бетоном. А театр пытаются они сейчас восстанавливать. И вот это вот чудо китайское прилетело, и, во-первых, оккупированная территория чужой страны, зона боевых действий, там каждый день происходят взрывы. Но, видимо, партия китайская сказала вперед, и Китай таким образом показывает свой цинизм и, скорее всего, показывает поддержку Рашистской Федерации в захватнической войне против Украины. Так что вот такое вот звериное лицо Китая мы увидели и циничное. Наш Министерство иностранных дел отреагировало уже на этот поступок, направили ноту протеста с требованием объяснить вот этот позорный поступок. И МИД будет инициировать запрет на въезд в Украину для всех китайских гастролеров, имеется в виду деятелей, я так понимаю, деятелей культуры, бизнесменов и прочее. Вот такой вот, на мой взгляд, подлый поступок совершил Китай в лице своей оперной певицы. Ну что ж, а мы на этом с вами, наверное, закончим первый раздел нашего видеообзора. Я по традиции сделаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал. Те, кто еще не подписан, те, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк. Для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько БПЛА шахет может перевести ИЛ-76 за один раз? К сожалению, я не нашел информации в каком виде. И, допустим, если шахет... Смотрите, по тоннажности ИЛ-76 поднимает 60 тонн. Шахет весит 200 килограмм. То есть, понимаете, да, это может быть там... Огромное количество шахедов. Столько не влезет в самолет. Теперь вариант второй. Если шахеды идут в полной сборке, то есть какая-то упаковочная тара. Вот этих данных я не нашел. Поэтому сколько влазит, допустим, в ящиках шахедов в транспортнике ИЛ-76, трудно сказать. Если же шахеды идут в... Это могут быть сотни. Сотни единиц. Может влезть там десятки, а может быть и сотни. Если же шахеды идут в полуразобранном виде, допустим, мы знаем, что Россия уже научилась делать крупноузновую сборку этих шахедов на своей производственной базе. То это может быть несколько сотен единиц. Если их аккуратно, они сложены, упакованы и так далее. Поэтому, думаю, что один рейс это несколько сотен единиц шахедов, которые привозят этот самолет. Кстати, сейчас они уже не используют авиацию. Уже давно не было данных о том, что ИЛ прилетал в 76-й ВВС Ирана. В Москву привозил эти шахеды. Сейчас они используют Каспийское море. Там идут баржи через Каспий. И дальше, очевидно, они опять же железной дорогой везут эти шахеды. А может быть и самолетами везут эти шахеды на линию фронта к местам пусков этих шахедов. Поэтому, скажем так, что в ИЛ-76 должно влазить несколько сотен этих шахедов. Независимо от того, если в собранном виде, то там одна-две сотни. Если в разобранном виде, то может быть три-четыре и более. Все время хочу вас спросить, что значит специальная техника. А я все время отвечаю на этот вопрос. И как-то вы его постоянно пропускаете. Специальная техника, к разряду специальная техника относятся машины, вся инженерная техника, инженерные машины, машины связи или комплексы связи, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. То есть станции, постановки помех, станции радиотехнической разведки. Вот это все называется специальная техника. И то, что мы говорим единица специальной техники, это именно и есть эти категории, которые я вам перечислил. Очень интересно у вас узнать. Вы часто говорили о том, что радары УФ-16 на порядок лучше и технологичнее большинства расистских истребителей. Но, а как же расистский самолет А-50? Ведь он видит, по идее, куда дальше и первее, как написано, участвуя в воздушных боях. Направляя, координируя авиацию. Это не станет ли проблемой? Спасибо вам большое за ответ. Смотрите, самолет А-50... Самолет А-50 это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Это огромная радиолокационная станция, летающая. Понимаете? То есть, это не самолет, не маленький самолет, истребитель, нет. Это разведывательный самолет, который обнаруживает системы ПВО, авиацию, пуски ракет и всего-всего остального. И да, он видит там до 500 километров. Дальность видимости у него до 500 километров. Конечно же, это превышает возможности любого бортового радара, любого самолета. Но вопрос в том, что у них был один исправный. И у них 8 числится на балансе ВКС России. И был всего один исправный самолет, который в Мочулищах, в него там попал дрон. И он где-то сейчас находится, по-моему, в Таганруге на заводе. Его отогнали туда, самолет смог долететь сам после небольшого ремонта. А радиолокационная станция выведена из строя. Поэтому он на сегодняшний день, для России, для расистов это огромная проблема. И для нас он не составит никакой проблемы в плане обнаружения наших самолетов в воздухе. А в общем, еще скажу, что в Российской Федерации нет единой системы управления воздушным боем. Они ее только пытаются создавать для того, чтобы, как вы говорите по классике, вот допустим, если на Западе брать в армиях стран-членов НАТО, там взлетает АВАКС, он видит всю обстановку, у него до тысячи километров дальность видимости, он видит всю воздушную обстановку и он может управлять группой самолетов. То есть в его распоряжение поступает авиация, там истребители-перехватчики, бомбардировщики, там какие-нибудь другие самолеты-разведчики. И вот эта система в автоматическом режиме может распределять, к какому самолету куда идти, какую цель перехватывать, дает цели указания, подсвечивает цели и так далее. Где поражать системы ПВО, где коридор для прохода бомбардировщика, как истребителям прикрыть этот коридор, в России этого нет. Они только об этом мечтают. И на бумаге там они пытаются что-то изобразить. Ну и тем более, еще раз повторюсь, что единственный рабочий самолет мы выведен из строя в Мочулищах, в Белоруссии еще год назад. И больше, до сих пор, уже год прошел, до сих пор не один самолет А-50. Причем у них из семи оставшихся, по-моему, два или три в ремонте. И два самолета даже прошли модернизацию. Но они, я так понимаю, не в рабочем состоянии. Судя по тому, что расширты их больше не применяют на сегодняшний день. Витаю. Можете пояснить, что означает загальный залп с восьми ракет? Это они одночасно могут пустить, чи всего на корабле восемь ракет. Всего на корабле восемь ракет. Общий залп может составить восемь ракет. Дальше с кораблю надо уходить на перезарядку, пополнять свой ракетный запас. Это же малые ракетные корабли или корветы. У них боезапас только в снаряженном состоянии. Вопрос по Старлинку. Неужели нет никакой альтернативы у наших войск, которые используют передачу данных для эффективного поражения целей Рашистской Федерации на временно оккупированных территориях? Создается такое впечатление, что Илон Маск монополист в плане предоставления высокоскоростного интернета на нашей территории. Почему так много зависит от оборудования Старлинк? Спасибо. Да, на сегодняшний день нет альтернативы. Это единственное интернет покрытие, сетка, которая распространяется на весь земной шар. Но самое интересное, что это же не деньги Илона Маска. Главным инвестором этой сети является Пентагон. SpaceX получала инвестиции от Пентагона и на эти деньги строила спутники. Да, они там как-то разделились, что он коммерческий, но у Пентагона есть свои частоты защищенные, которые никто не контролирует и которые нельзя отключить. У нас проблема возникла в том, что мы использовали для быстрого насыщения наших войск средствами связи, мы использовали коммерческие Старлинки. Естественно, каждый, вот я покупал два терминала, оба воюют сейчас, и эти терминалы имеют свою отметку, свой ID номер, или как имей номер, по которому их определяет спутник и определяет их местоположение. И ты когда заказываешь, то ты указываешь страну, где этот терминал будет использоваться. Дальше, чтобы изменить, надо вносить изменения, чтобы они разрешили доступ. То есть они могут контролировать. Там даже разница, можно использовать в движении или в стационаре, тоже есть особенности. Но это коммерческое, поэтому Илон Маск смог это сделать. Сразу после этого был поднят вопрос перед Пентагоном, и Пентагон нам предоставил уже Старлинки свои военные, на которые Илон Маск не имеет никакого воздействия, никакого влияния. Они работают по всему земному шару. Но альтернативы ему, к сожалению, на сегодняшний день нет. Поэтому вот такая вот ситуация. Питание. Чи мы увеличиваем возможности нашего військово-промислового комплекса для войны с Россией на одиннадцей? Чему, питаю? С осени увеличивается вероятность того, что нас будут подштовховать до переговоров. И, как вы чудово знаете, в такой момент крайне изменяют поставки нам снарядов и озброек. Если Украина будет непереконливой, не пиде на подштовхование захода, что до переговоров, мы все чудово понимаем, что сейчас не можно договориться с этим режимом. И как раз при этом нам могут урезать поставки до критичного низкого уровня. Тому и пытание. Чи сможем мы подтримывать нашу армию при таких низких поставках? Дякую. Нет, конечно, не сможем. К сожалению, наше руководство политическое и экономическое, имею ввиду кабинет министров, не переводят страну на военные рельсы. Мы развиваем ВПК, развиваем отдельные виды производства, что-то налаживаем за счет наших партнеров и на их территории, что-то на своей территории, но массового перехода экономики на военные рельсы нет. Сами мы войну не потянем. Это как бы однозначно и бесповоротно. На сегодняшний день я не вижу тенденции к тому, чтобы нас усаживали за стол переговоров. Я не думаю, что Запад сегодня готов поклониться Путину. И если Штаты даже начнут урезать помощь, да они в августе резко сократили нам финансовую помощь пока что. Но я это больше связываю с политическими перипетиями между Банковой и Белым домом. А Европа наоборот. Смотрите, заявление в два раза Европа хочет увеличить поставки боеприпасов. Они готовы поставлять нам вооружение, в том числе лидеров Германии. Франция сейчас подвязывается под это, что они там чуть-чуть опять дадут. Ну, как обычно в своем репертуаре. Так что я не думаю, что сегодня... Ну и самое главное сказал Эрдоган. Эрдоган сказал, что нет сегодня возможности Путин. Путин считает, что он схватил Бога за бороду. Видимо ему докладывают так обстановку, что он думает, что они побеждают. Поэтому он не ведется на переговоры никак. Он готов только застолбить вот эти вот... Сейчас здесь остановиться, но при этом еще возможно он потребует там административных границах Херсонской и Запорожской области. Вот. Так что нет, ни о каких переговорах пока речи не идет. Если ситуация будет как-то меняться кардинально, в худшую для нас сторону, я имею ввиду, на поле боя. Хотя тенденций таких нету. Все идет наоборот. Тенденция идет к тому, что ситуация на поле боя меняется в нашу пользу. Так что я думаю, что Запад не готов по сегодня склониться перед Путиным и сыграть с ним в какие-то договорники. Будем надеяться так. Но самостоятельно, еще раз подчеркиваю, самостоятельно мы войну без помощи Запада не вытянем. Уважаемый Олег Владимирович, добрый вечер. Такой вопрос. Если рашистский пилот захочет привезти в Украину очередной подарок, как это возможно? Просто взять и позвонить в разведку Украины? Неужели телефоны пилотов не прослушиваются и не проверяются? Нет, конечно. Я уже объяснял вчера об этом. Надо связаться с нашей... У нас есть «Хочу жить» проект, там телефоны горячей линии. Есть чат-боты в интернет-сетях. Причем чат-боты эти защищены от взлома. Наши кибервойска стоят там на страже, отбивают ДОС-атаки хакеров, в том числе и рашистских. А технически и физически у Рашистской Федерации нет возможности отслеживать всех пилотов. Нет, они не могут. Это сделать. Поэтому воспользоваться этими средствами связи вообще не проблема. Вообще не проблема. И при желании любой летчик Рашистской Федерации может связаться с нашими спецслужбами по известным телефонам. Они в открытом ДОС. У меня, допустим, в описании к каждому видео там есть телефоны горячей линии «Хочу жить». Вот через эту линию можно связываться и проводить. Дальше там все уже пойдет по накатанной, тем более уже откатанная схема с этим вертолетом. Это был хороший такой надежный пробный шар, который сработал. И теперь наша разведка четко знает и понимает, как эту операцию проводить. И это наглядный пример того, что эта операция может быть успешной. Так, ну что ж, мы на этом с вами, наверное, первый раздел, второй раздел нашего видео закончим. Ответы на вопросы. И перейдем к третьему разделу, заключительному. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым комментарием такого сегодняшнего дня будет следующий. Запорижская область, Пологевский район, село Зрасковая, оккупация. Выборы уже прошли. Ходили по дворам с бюллетенами та в придачу двое солдат с автоматами, чтобы все ставили галочки. Да, даже написать слово нельзя плохое. Вывоз россиянами украинских предприятий напоминает ситуацию конца Второй мировой войны. СССР усиленно вывозили немецкие заводы 20-30-х годов. А Германия по плану Маршалла получала и сама оборудовала более современные предприятия. СССР остался со старьем, которое правда работает и до сих пор. В это же время поверженная и разгромленная Германия с новыми заводами стала самой мощной ведущей экономикой Европы. Не было бы счастья, так несчастье помогло. Украина избавится от устаревших неэффективных производств 60-х, если не древнее оставшихся ей в наследство от СССР. Самим этим покончить не получалось, а их продукция, кроме прежних республик, а большей частью Российской Федерации никому не была нужна. Это окончательно отвернет ее от прошлого. Тоже, кстати, хороший вариант. Кевраловые бронежилеты не поглощают энергию пули. Он остановит пули, но энергия удара никуда не делась и травмирует внутренние органы, ломает кости. Пластина распределяет эту энергию на всю площадь и уменьшает силу удара. Вот как снегоступ, не дает ведь провалиться. А с ними и его и все. Так и с пулей. Площадь контакта маленькая. Весь удар концентрируется на площадь несколько сантиметров, а не дециметров. Так, как у пластины. Но! Есть жилеты кольчужного типа, пластины чешуи. Заходящие одна на другую. Жесткие. Это дорогое изделие, но более легкое, гибкое и крепкое. Чешуи не металлические. Это многослойный пакет из композита, кевлара, пластмассы и полимера, который смягчает и изолирует тепло тела. От приборов ночного видения дорогой товар, но он есть и работает прекрасно. Это для диверсионных подразделений. Много чего есть. Есть костюмы полностью невидимые для тепловизоров. Были бы деньги. Ну, вот такой вот комментарий. Кевлар, который идет в пластинах для бронежилета, непромокаемый. Водопроницаемость же самого волокна не более 1%. Плотность до 2,5 грамм на сантиметр кубический. В 5 раз прочнее железа. Доступные по цене скрыто носимые кевларовые бронежилеты защищают от распространенных пуль, пистолетов, ПМ, АПС по бронеклассу номер 1. Весят 1 килограмм. Не сковывают движений. Не обнаруживаются металлодетекторами. Подходят для постоянного ношения даже женщине, ребенку. И это самый простой и слабый броник из кевлара. Также есть зимние бронированные штаны и куртки из кевлара с капюшоном. Выглядят и весят как повседневные. И уж, конечно, водонепроницаемые. Слои там предусмотрены. Но есть, то есть, можно повесить на себя тройную защиту. Нательный круговой легкий броник 1 килограмм. На него основной кевларовый бронежилет. Спина, плечи перед бока тоньше, зато удобнее. А зимой еще и кевларовую куртку и штаны. Плюс в том, что они не сковывают движения. Легкие. Уверен, американские, японские и другие конкурентные производители уже изготовили полностью непробиваемую амуницию. Для всего тела. Только вот, так же возможно, что его не продают открыто. И производят лишь для спецотрядов. Кевлар на этой волне может спасти множество военных и гражданских жизней. А если Украине самой производить одежду из кевлара, а не дороги с ледовыми дворцами строить. То можно сшить из стельки, из нескольких слоев кевларовой ткани. Сколько захочешь. Так что и пулемет выдержит. Одежда из кевлара сейчас ваше все. Кевларовые куртки и штаны с килограммовым броником спасут гражданских от осколков. Стельки от лепестков и гвоздей. Даже шнурки есть и перчатки. Ну вот такой вот обширный комментарий по кевларовой защите. Рожа в глине, в жопе ветки. Возвращаюсь из разведки. Ну даже юмор. Здравствуйте. Пожалуйста, затрону тему обеспечения защитников на нуле такими необходимыми средствами, как тепловизоры. Конкретно направление Купенск-Лиман. Как там получается, что в таких горячих точках у бойцов их нет? Неужели и это бойцам, и их родным необходимо покупать самим? А стоимость тепловизора приблизительно 100-200 тысяч гривен. Пожалуйста, осветите этот вопрос. Так как только дискуссия в публичном пространстве помогает улучшить ситуацию. Нашим героям это необходимо. Спасибо. Ну там вообще, я так понимаю, в Министерстве обороны полный бардак. Потому что первое заявление, которое сделал новый министр, это то, что дыра в денежном довольстве военнослужащих, а это, кстати, защищенная статья, 250 миллиардов гривен. То есть, в ноябре-декабре нечем платить денежное довольствие военным. Поэтому я не удивляюсь, что тепловизоров нет. На бумаге они, может быть, и есть. Так что, я так понимаю, с Резниковым надо разбираться еще долго и долго. Путин не превращал россиян в фашистов. Он создал условия, при которых россияне сами сняли с себя маски нормальных людей и показали свое истинное лицо. Подкалиберный снаряд из обедненного урана все же не прожигает броню, а пробивает за счет большой его плотности. Кроме этого, имеет эффект самозатачиваемости при прохождении через броню. В отличие от вольфрама, который плющится и принимает форму грибка, увеличивая площадь и снижая эффективность пробоя. Ну, поспорю с вами, потому что происходит возгорание. При прохождении через броню происходит возгорание обедненного урана. И он еще и ее плавит, и брызги вот эти горящие выжигают все внутри. В Олежках Херсонской области взорвали авто с оккупантами. Ликвидирован работник ФСБ. Два работника ФСБ. Я сегодня в титуле военно-политической обстановки об этом подробно рассказал. Добрый день, мы из Днепра. Поздравляем ГУР. Храни вас Бог. Успехов вам и скорейшей победы Украине. Слава нашим воинам, героям. Впадавай-ка каналу. Витания Олегу из Казацкого Запорижа. Слава Украине, Путин, Херло, Тричи. По поводу вопросов обитателей Таежной Федерации. По поводу отношения к расшистам. Напомните им про синдром Дахау. Пусть погуляют, убедятся сами. Пусть погуглят, убедятся сами. Вопрос. Много бед предоставляют вертолеты и ланцеты. Почему не создать объединенные группы РЭП, РЛС, наблюдателей с тепловизорами? Такие группы или подавят связь, или дадут команду на постановку дымов. Главное выделить прямой канал связи с передовыми подразделениями. Ну, мы пошли по... Наша аэроразведка именно такими вопросами и занимается. Только у нас с РЭПом туговато. И у нас, кстати, уже, насколько я понимаю, готовят дроны. Есть дроны, которые уже даже гоняются за вертолеты. И еще один комментарий. В принципе, сейчас Соединенные Штаты могут сбивать все межконтинентальные баллистические ракеты. Мы просто об этом не афишируем публично. Слава Украине! Город Сакраменто, столица Калифорнии для Украины. Ну что ж, вот такие комментарии сегодня прозвучали. И на этом мы с вами закончим наш видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, те, кто его смотрят, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельные слова благодарности для спонсоров и тех, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим верить в силы обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине! Слава Украине!